Доброе утречко! Доброе-доброе, мои хорошие! Сегодня 2 ноября, и сегодня мой день рождения. Сегодня мне наконец-то исполняется 18 лет, и родители разрешают выпить мне шампанское. Ой, девочки, вообще, наверное, я уже давно, конечно, не ощущала, но сегодня у меня не будет аромат вкусного кофе, и на подушке огромный букет рос. Муж балует, балует на сегодня. На душе пусто, одиноко, и вообще... Никакого праздничного настроения нет. Хорошо, что вы у меня есть, мои красавицы, мои золотые. Обязательно вечером сделаем стрим. Пойду в эфир, мы с вами пообщаемся, посмеемся, попьем шампанского. Только жалко, что я это буду делать. Без вас так бы всем раздала, всех угостила. Никакого праздничного, девочки, настроения нет вообще. Просто вообще. Дети завтракают, сейчас идут в школу. Хотела сегодня ничего, не готовить ничего, чтобы пойти в ресторан. Но тот ресторан, который мы любим, он работает с 8 часов. Думаю, ну, 8 часов туда пойти, а с 11 уже комендантский час. Вот, потом лететь сломя голову. Так что сейчас встану, попью кофеек, приготовлю какую-то вкусняшку дома, и с детьми посидим, пообедаем. Не знаю, там одна подписчица позвонила, что если у неё получится, то она выберется, то если получится у неё приехать, то вообще замечательно. Вот, и так моя Ирусичка позвонила, сказала, что приедет ко мне в следующую субботу с ночёвкой. Так что, ну, да ещё там, дай бог, люди... Короче, если что, этот день рождения перенесём на следующую субботу уже с друзьями. А сегодня мы будем и сами, так что хорехандрить. Ну, сегодня что-то очень-очень. Такое настроение, просто хочется плакать. Вот. Мне радует моё 18-летие. Рядом со мной вот спит волосатый мужчина вместо мужа. Так что всё, встаю, привожу себя в порядок, пью кофе, фост пистолетом. У меня есть вы, и значит, я уже богатый человек. Всё, пошлите. Ой, ребята, что-то сегодня ну, совсем нет настроения. Видите, я уже праздничный обед. Наряд уже есть. Так, праздничное умывание. Если пошли уже в школу. А мы с вами будем пить кофе. Хотя надо уже шампанского пить с утра. С горя и без радости. Блин, ребята, как я не наряжу одиночество. Ну как, не то, что там одиноко, нет. Ну, я имею в виду, что вот я люблю, когда на праздники вся семья, вся семья в споре. Когда дома муж, дети. Когда мы празднуем в том году, и круто, мы круто доваляли день рождения. Так, в том году у меня не было канала. В том году было, что вам показать. мы ездили, классно тусили. А в этом году у Макса тоже послезавтра, кстати, день рождения. У нас один день разницы. И он всегда шутит, говорит, особенно вот когда 30 лет нам было, он говорит, вот у меня спросит сегодня, друзья, сколько лет моей жене. Я скажу, да ей уже за 30. А сколько тебе лет? Да он мне еще, говорит, еще до 30, как до Москвы раку. Вот так вот, представляете? и когда второго числа мне это говорит, все, моя старушка, я еще молодой, вот тебе там уже 30, 40, там 35, да, а мне еще нет. Вот. Вот такие вот дела. Сегодня папочки не хватает очень, прям очень-очень-очень. Ой, ребята, я думаю, вы меня понимаете. Ну, ничего. Мы это все исправим. Правильно? мне муж говорит, что тебе подарить на день рождения? Я говорю ему блеферопластику. Блеферопластику, то есть. Он такой, что? Это что такое? Я говорю, я хочу себе сделать веки подрезать. Видите, у меня опущенные веки, и хочу немножко открыть глаз. С годами оно все увеличивается и увеличивается. Он такой, что, подарка поприличнее не бывает? Говорит, ты как, у тебя что-то не спросят, то ты хочешь, то укол тебе какой-то надо, то глаза подрезать, то это, то живота, говорит, ты можешь себя хоть где-то в чем-то, не резать или не колоть. Ну, девочки, они такие загадки. вот так. Вчера помыла голову и легла с мукрой головой спать. И сегодня, блин, как у дурного на хате. Все, пошлите с вами пить кофе. Вчера, ребята, в час ночи уже поставила варить картофель и яйца, потому что я не собиралась делать, думаю, настроения особо такого не было, думаю, ничего не буду такого делать, картошку с мясом запеку в духовке, не знаю, или пюре, что-то сделаю и все. Данил, мама, как это так не будет оливье? Нет оливье, нет праздника. Неужели спать? Думаю, блин, ну действительно, чего тут лежать, сопли жевать? Я в час ночи пошла, блин, думаю, отворю хотя бы маленькую тарелочку, сделаю. вот оливье так что сегодня у меня будет оливье. А если есть оливье, пусть хоть и говорят, что совковые люди, значит уже есть праздник, значит а если есть праздник, значит уже не все потеряно в нашей жизни, правильно? ну и что? Что сейчас одни? Сейчас одни, а потом у нас будет много. Вот так надо немножечко в ложечки сахарку положить, а то что-то горько. Данил утром проснулся, говорит, а мы что, рулет кушать не будем? Нет, придешь в обед и в обед уже будешь есть рулет. Мой праздничный утренний бокал с днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения. Да, в кругу верны, преданы друзей, а это вы. люблю вас. Круто, 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 круто. Ой, все. Сейчас разгребу бардак свой на кухне, потому что утром детям детей покормила, вот чашки, тарелки. Что ты хочешь? Ты уже поел, слышите, певец? Да? Что ты хочешь? Вечно голодный, вечно голодный. девочек. Девочки, скажите, скажите мне, пожалуйста, кто кастрировал своих котов? Абсолютно праздничная тема, но насколько быстро они отходят и вообще как, ну, я понимаю, что это все индивидуально, но все, моему терпению пришел конец. У нас Буся не кастрирован, и дело в том, что он не орет, вот когда коты когда гуляют, да, вот он он нигде абсолютно не метит, вообще, он не, при том, что он не кастрирован, нигде не гадит, ну, в общем, от него вообще нет никаких минусов. Но он все время голодный, он все время голодный, он бы ел 24 на 7, и вот это, он поел, знаете, вот, как у дебилов, нет чувства сытости, то есть он поел, может пойти, там, вырвать, опять прийти есть, ну, такое вот. И единственное, что он, конечно, когда ходит в туалет, в этот, то так изрядно воняет, если вот сразу же, допустим, к примеру, когда мы дома, то, конечно, нет, сразу же я слышу, брас, бас, все обработала, и все, а когда, вот, допустим, если нас целый день дома нет, и он сходил в туалет, приходит, заходишь в дом, то, конечно, очень это слышно, и почему-то я надумала, чтобы его кастрировать, во-первых, мне начали все говорить, что потом будет сильно болеть, если не кастрировать, что может даже рак развиться, на это, так что, для того, чтобы ему, как говорится, облегчить, потому что, я понимаю, все прекрасно, природа берет свое, вот, я уже узнавала, стоит это 70 евро, вот, хочу его кастрировать, Данил криком кричит, не надо, не надо, пожалуйста, не лишай его мужского достоинства, как Барни, я единственное, что, вот, знаете, что, боюсь, боюсь то, что он не набрал вес, потому что, Барни у нас, мы его когда кастрировали, при том, что он сидит на, на низкокалорийном корме, и он все равно, очень-очень сильно набрал вес, очень сильно, и при том, что мы сейчас, ну, следим за громовкой, все, у него корм такой, который не содержит, там, никакие злаки, ничего, только ягненок и яблоко, и все равно, он не может похудеть, врачи говорят, ему нужно срочно похудеть, но, да, не худеется, и теперь я так просто переживаю, что пищу кот, после кастрирования, его не разнесло, то, что у кого есть опыт проверенный, то напишите, пожалуйста, вот так вот, начались поздравления, закончили, это, кастрация кота, все, мои лапульчики, разгребу тут немножко на кухне, вот, будем резать оливьешку, что не сделаешь ради, любимых мужчин, да, это значит, в свой день рождения, стоять и резать оливье, ну, девочки, это я так шучу, у нас дело в том, что в Украине тоже всегда проходили вообще, такие праздники, если вам праздновали день рождения, то это было по 20 человек, так точно, это уже потом, когда уже Макс стал офицером, когда уже зарплата стала повыше, тогда уже можно было закатывать хорошие рестораны и праздновать, а так праздновали дома, у меня Максим вообще такой привередливый к общественному питанию, он такой избалованный домашней едой, ему везде невкусно, он может отгулять, а потом прийти домой и это и говорит и сказать ему мы будем что-то кушать или это не такое вкусное, как у тебя, у меня у тебя больше нравится, вот вот так вот, так что его день рождения в основном всегда я ему многотабливала все самые его любимые блюда, он баловал себя дома, ну не сам, конечно, с друзьями, с кумовьями, с родителями, вот, 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 такие вот дела, блин, кто придумал эту профессию морскую, вечные разлуки и страдания, хотя эти девчонки, которые мне пишут, ой, да что ты, я бы хотела, я бы то, все, вы знаете, мне кажется, это такое могут говорить только те женщины, которые или никогда не любили, или не не были любимы, потому что, если в семье все устраивает, если в семье есть отношения, чувства, то это невозможно полюбить, я уже сколько лет и до сих пор не могу привыкнуть, до сих пор рдаю как первые дни, потому что у нас все хорошо, мы находим себе чем заниматься, как проводить время, мы постоянно ездим, развлекаемся, то есть нам хорошо, вместе мы не надоедаем друг другу, и это главное. вот такие вот дела, так что ничего, отмечу, значит с подружками в субботу, а сегодня у нас будет такой пробный, скажем так, уже на субботу наготовлю всего повкуснее, побольше, чтобы мои друзьяшечки были довольны, главно шок еще больше не ужесточили, потому что тогда я этого точно не переживу, сейчас позвоню еще в Валенцию, знаю, что там Валенсия моя, чтобы окончательно не перегадили все перегадили, и русечка моя еще шубу хотела, так что надо еще ехать теперь срочно в магазин за селедкой, надо исполнять желания любимых друзей, у Данила моего должно быть только пюре и оливье, и все, значит праздник удался, и больше ему ничего на столе и не надо, никакое мясо, никакие отбивные, никакие татлеты, и прям хоть разорвись, Юля не любит пюре, Юля бы ну такая допустим больше бы съела допустим дипломат, Данил не хочет дипломат хочет пюре, короче вот так хоть разорвись, очень очень приятно сегодня меня вообще так рано подняли поздравления как начал разрываться у меня инстаграм и все пришлось просыпаться еще даже шести часов не было по-моему без десяти шесть утра было я уже взяла в руки телефон начала отвечать спасибо девочкам огромное спасибо так приятно вообще просто хоть конечно много и грязи но все равно я очень рада что я открыла свой канал у меня такие классные преданные добрые друзья вообще просто супер завистницы которые пишут гадости которые пишут гадости на моего мужа просто неудачницы которые приходят оставить свой высер просто завидуют о том что они знают что у них не было такого замечательного мужа у меня и не будет чтоб вы там не писали сутенер не сутенер завидуйте молча у меня самый лучший муж в мире самый золотой дорогой прекрасный муж любящий отец так что чтоб вы там не писали девочки хоть обосритесь вот так вот так вот так много ну как много там три человека написали вот как бы чтоб мне не показывать там не показывала тебя так что ты пришла говорит как мне чтоб тебя не видеть где ютуб тебя рекомендует так не заходи ты ты-то говоришь что ты не хочешь меня видеть и ты пришла ко мне на канал и пишешь сообщение как бы ну чтобы тебя не смотреть так не смотри и вот я допустим кого не хочу смотреть и просто пролистнула и все мне вообще все равно что-то мне показал ютуб а ты пришла оставила свой высер и рассказываешь о том как бы тебе меня не видеть мазохистка сын придется школы будет довольный мама исполнила его мечту он не знает я вчера сварила и накрыла крышкой так что он не знает что он придет а мама исполнила его мечту так все ребятушки уже первый савдеповский салат сделан тазик готов очередной все мои хорошие теперь сейчас посмотрю что сделаю с мясом не знаю еще пока сомневаюсь что еще к салату приготовить видео так уже затянуло на многом так что мы сегодня с вами по-любому еще встретимся и встретимся думаю не раз так что временно прощаюсь с вами до встречи салат салат салат